Всем привет на ММ74 стриме Продолжаем проходить игру Lost Odyssey Это уже девятая часть Да и Да привет Гоги Бастие Привет Dark Angel Да ты вроде бы хотел посмотреть Ну в общем кто здесь Остался всем привет Остался имеется ввиду Конечно с предыдущего стрима Вот Продолжим Так как тут Есть новые зрители Да я еще раз Напомню Что игра у нас полностью на английском языке А у стримера Есть определенные с этим проблемы Также в игре присутствуют Воспоминания главного героя Кайма Которые Являются стеной текста Так вот Эту самую стену текста Я каждый раз перевожу Потому что интересен сюжет и все детали Ну вот И занимает это не так мало времени А на предыдущем стриме На предыдущем стриме У нас Аж Было Три воспоминания И Одно из них Мы перевели Но мы Это я имею ввиду Вот мне помогает Снап и Тор Переводить Снап просто Именно переводить Помогает А Тор Сканирует с экрана Текст Обрабатывает Этим файнридером И скидывает мне В чат А я кидаю в гугл И уже там Доперевожу Ну вот А два других Мы решили не переводить Потому что Ну очень много времени Занимает К сожалению Я так и не нашел Достаточно времени Чтобы нормально Их перевести Вне стрима Вот Но Первое воспоминание Я закидал В гугл Успел Так Сейчас вспомню Куда мне надо Чтобы вернуться Стоп Вот это Наверное Сейчас Объясню Вот Одно из них Я покидал В гугл Поэтому у меня Здесь лежит Док файл В котором Этот текст Уже Переведенный Гуглом Обращаю Внимание Что он переведен Гуглом Поэтому мне придется Сейчас его еще Допереводить Как бы Домысливать А второй Я только несколько страниц Успел покидать В гугл Поэтому Там мне придется Еще сейчас Прямо В эфире Кидать В гугл В гугл Ну и как бы Для кого-то Это может показаться Очень скучным Но Я от этой Идеи Не откажусь И Все равно Эти тексты Я переводить Буду Потому что По сюжету Там может быть Ну не может быть Там по сюжету Интересные вещи Говорят Чтобы нам их Прочитать Нам нужно Пойти поспать Первое Воспоминание Которое мы Сейчас будем читать Это как раз Мальчишка Нам Когда мы К нему подошли Он говорит То что О да это Ты Типа Это Или что-то Такой Герой Какой-то Был После войны Пришел Там Порешал Вообще Гоги Бестие Тут важно Не то Выглядит Глупо Или нет Перевод Главное Чтоб Смысл Все поняли Качественного Перевода Естественно Не будет Естественно Не будет Качественного Перевода Главное Чтоб Мы хотя бы Смысл Поняли Да Облатим Ему 150 И Отправляемся Баеньки Вот Наши сны К сожалению Я пропустил В начале 5 штук А Почему По токеру Видишь Один из снов Апстримерс Там Рассказывалось Про Людей Которые Там Ходят В путешествия Какие то Длительные И есть еще В горах Такое место Которое Называется Вайнстрим Типа Ветряная Река Или что то Типа того Ну вот И Вот эти люди Которые Ну короче Бессмертные Да Типа Пока непонятно Почему они Именно Бессмертные То ли на них Что то Накастовали То ли что то Видимо это дальше Объяснится В общем Они бессмертные И Они называются Потокерами Потому что Они Вот Ходят по этому потоку Или Ну как то так Ну я конечно Криво объяснил Но как бы Это надо смотреть Было сначала Поэтому мы Игру Игру называем Потокерами Ну потому что Главные герои Тут Большинство Потокеров Но не все И вот The Hero Герой Смотрим Ну как смотрим Читаем Так Так Сейчас Рядом Вордовский Открою Документик Так Чатик я с экрана Уберу Потому что Он тут Очень Плохо Смотрится Так Куда бы Мне его Поставить Вот Как то так Наверное Первые Несколько Страниц Я перевел Более менее Еще Поэтому Вот сейчас Быстро Пойдет Герой Прибыл С войны Он был Ну тут Не знаю Как правильно Сказать Галантит На поле Боя Ну типа Да Это Ну короче Хорошо Видимо Себя показал Вот это Так Не понял Как это Перевести Дослужившись До звания Генерала И Выполнил Триумфальное Пришествие В деревню Где он Родился Жители Деревни Приветствовали Его Праздничными Торжествами Взрослые Угощали Напитками Начиная Со второй Половины Дня Тут Кстати Тоже Не понял Почему А дети Получали Сладкие Кондитерские Изделия Скот И овцы На пастбищах Которые Поддерживали Средства К существованию Сельских Жителей Не То ли Потому что Волновались То ли Потому что Они Как то По своему Встречали Героя И Издали Особенно Пронзительные Крики Отражающиеся В голубой Летний Небо Генерал Вы Гордость Наша Деревня Очевидно Будучи Полон Гордости Сам Глава Деревни Выпятил Грудь И Произнес Своё Поздравительное Послание Приветственной Церемонии Думать Что Герой Всей Армии Пришёл Из этой Крошечной Деревни Ну Не пришёл А Вырос В этой Крошечной Деревне Так Невероятно Волнующе И приятно Я уверен Что Наши Предки Вне себя От радости И это Очень Хорошо Толпа Толпа В деревенской Площади Разразилась Аплодисментами И овациями По официальным Данам Опубликованным Армией На днях Генерал Вы убили По крайней мере Две тысячи Вражеских Солдат Вашими Собственными Руками Громовой Рёв Сотряс Площадь Если подумать Население Этой Деревни Меньше Тысячи Человек Это означает Что вам Удалось Похоронить Более Чем Два Села Ну Сот Я не знаю По своему Усмотрению Как это Странно Написано Ворс Ворс Ну Короче Собственными Руками Какое счастье Для нас Что вы Не были Одним Из наших Врагов Если бы Ты Был Если вы Были Воином Если бы Воин Вашего Калибра Был бы На их Стороне Мы Сейчас Все Отдыхали На кладбище На вершине Холма Ну Отдыхали Тут Я не знаю Наверное Другое Какое то Слово Правильно Перевести Ну В общем Смысл Опять же Понятен Некоторые Из Женщин Нахмурились На мгновение Этим Замечанием Но люди Полные Ликера Ответили Со взрывным Смехом Сидя На центре Сцены Генерал Слегка Погладил Свою Солидную Бороду Никто Из присутствующих Не знал Что это Его привычка Когда он Был В недоумении Когда он Покинул Эту деревню Чтоб Пойти В армию Он Был Просто Рядовым Бойцом Далеким От того Чтобы Генерал Вы Действительно Спаситель Нашей Армии И По сути Всей Нашей Нации Тут Кстати Уже пошел Чистомашинный Перевод Поэтому Тут Сейчас Будет Уже Посложнее Я Понимаю Вы Будете А Вы От Ну Отъедете На Следующую Битву Завтра Но Мы Надеемся Что Вы Будете Полностью Наслаждаться Этим Редким Визитом На Вашу Родину Место Вашего Рождения Вождь Деревни Закончил Своё Приветствие И Удалился В крылья Винкс Ну Ладно Странно После чего Так А Лучший Артист День Села Ну Взошел На сцену Самым Смешным Способом Каким Он Только Мог Привет Снаб Деревни Да Дорогой Генерал Воскликнул Он Ну Указав Туда Где Этот Великий Человек Сидел И Спускаясь На колени Сказал О Услышь мою мольбу Генерал Посмотрел На него Неуверенно Если Есть Есть вероятность Что Вы могли бы Одолжить Свою меч Только на мгновение Ну Да А Как это сказать Озадаченный Что Тем Что Ну Видимо Озадаченный Вот этим Предложением Да Побуждаемые Аплодисментами Переходящими В овацию Аудитории Он Передал Человеку Этот Инкрустированный Драгоценностями Меч Человек Поклонился Ну Как Это Не глубоко А Низко Низко Поклонился Когда Этот Ну На вытянутых Руках Ему меч Да Это Ну Протянул Этот Генерал Видимо И снова Он воскликнул Моя благодарность Не знает Границ Снап Снап Седьмой Так Я потерял Где я читал Стоп А Моя благодарность Не знает Границ Границ Сделав Вид Шатающего Себя Под Тяжестью Меча Он Пришел В переднем Краю Сцены И держал Оружие В воздухе А Теперь Дамы И Господа Я Повторно Как это Сказать Повторю Кит События Что Типа Повторю События Расскажу О событиях Которые Это Привели В известность Нашего Генерала Дорогого Которые Привели Его К вершине Да Снап Так Честно Не понял Смысл Это Предложение Снап Ты можешь Помочь Вот I will Reenact Event Вот это Во втором Абзаце Че то Че то Не могу Понять Тут Так Завод When He Hacked 18 Of The Enemy Когда Он Взломал 18 18 18 Врага Ну ладно Следующее Предложение Зрители Дико Приветствовали И Человек С Преувеличенными Движениями И комментариями А Ну вот Снап Короче Он хочет Узаконить Славу Генерала Что Порвал 17 Людей Странно Снап Потому что Если ты Начало Не слышал Там Он Вообще То Положил 2000 Людей Врагов Да 2000 Врагов Человек С преувеличенными Движениями И комментариями Змахнул Мечом Большой Дугой По Большой Дуге Публика Точно Знала Что Он Делает Генерал Не Только Сделал Себе Имя За Его Стратегическое Мастерство Но Также Он Стал Широко Известен Как Воин На Поле Боя Он Не Полагался Исключительно На Его Оружие Но В конце Концов Нет Сейчас Как-то Неправильно Перевел Продолжение Он Не Полагался Исключительно На Своё Оружие Но В конце Концов Как-то Как-то Можно Это Как-то Нескладно Ну Ладно Снаб Забыли Неважно Это Продолжение В общем Это Что-то Он Выравнивает Своих Оппонентов С Его Физической Силой А Типа Он Без Оружия Что-ли Может Это Тоже Тоже Мба Да Того Что-ли Это Тоже Было Делом Крайней Гордости Для Серчан А Да Снаб Короче Пришёл Герой Войны Генерал Который 2000 Врагов Положил Собственными Руками И Его Праздничные Приветствия Там Старейшина Выступил Сейчас Вышел Какой-то Типа Клоуна Артиста Попросил Меч Вся Публика Стоит Толпа На площади Кричат Да Ты Вообще Имба Ты Крут И так Далее Здесь Мы идём Забыл Устойчиво Ну типа Пошли Да Один Человек Вниз Ну это Почему Клоуна Ну потому что Там же было написано Что он Какими-то Этими Самыми Смешными Движениями Вышел Какими Только Можно Представить Какие Только Он Мог Один Человек Пал Второй Пал Ну в смысле Два Человека Пало Перевернул Свою Меч Три Человека Упала Четвёртый Человек Полоснул Диагонали Прямо Через Плечо А Четвёртому Голова Пятого Человека Отлетает Уф Тогда Три 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 За Раз Шестая Седьмая И Восьмая Я Шестой Седьмой И Восьмой Человек Я Просто Вертел Вас Как Это Я Не знаю Как Это Правильно Гристи Я Так И Сказал Сно Против Привет Dragon's Crown Да Первый раз Прохожу И Это И с английским Небольшая беда Поэтому Как бы Довольно таки Это продвигается Все Не очень быстро Но сюжет Понять хочется Полностью Поэтому Как бы Читаю все эти сны И так далее А ты так понимаю Уже Знаешь Эту игру Да Так Ну ладно Дальше А Человек Сунул Медь В трех Мнимых Противников И Толпа Обезумела Вообще А Генерал Тоже Расплылся В улыбке И аплодировал Когда он Аплодировал Тем не менее Он снова Погладил бороду А Мы на данном случае Мужчина Ну Ну ты прям Хочешь точный перевод Прям Детальней Это конечно хорошо Но не всегда получается В данном случае Желательно Все таки К скорости Больше идти Потому что Еще один сон Там ждет Впереди Ну вот Снап И я хочу Смысл Ладно Давай Не тормозить Я уверен Что вы можете Понять Что я чувствовал В то время Сидя на этой сцене Старый генерал Говорит Кайму Прежде чем Положить А Выпить Глоток воды Из его Кожаного Мешочка Его великолепная Борода Полностью Белая Как бы Это говорит О том Насколько Далекие События Предшествовали Этому Пересказу Снап Я и сказал Белый А что Я настолько Невнятно Говорю Да Извиняюсь Кайм Кибает В тишине И вообще Так А И генерал Продолжает Как будто Обдумывая Каждое слово Тем больше Вы знаете О войне Тем больше Вы Чувствуете Что Путь За этого Типа Свой путь Что Или что Непонятно Как здесь По смыслу Перевести А Этот Путь Какой Путь Ну ладно Я уверен Эти Сельчане Хотели Как лучше Они просто Хотели Воздать Должное Их К этому Ну Как бы Родному Герою Ну Который В этом Городе Вырос Нет Конечно Они Были Они Не были По Меньше Мере Злой Злыми Как-то Кривовато В моей Деревне Самые Хорошие Люди В мире И Именно Поэтому Я Обнаружил Что Все Это Так Больно Я Не Мог Выдерживать Это Больше Ну Еще Больше Времени Ну Как-то Да Криво Но Вроде Б Понятно Опять Влом 18 Человек На Куске Ну Типа Разорвать Да Наверное 18 Человек На Куске Дела Героя Завязаны На Цифрах Конечно Человек Который Игриво Качнулся С мечом Генерала На Сцене Ну Не Качнулся Он Качался С мечом Генерала На Сцене В Тот День Никогда Не Мог Себе Представить Людей Которые Погибли На Поле Боя Мучительные Выражения На Их Лиц Проклятие В Глазах Когда Они Смотрели В Небытие Но Все Все Порядке Люди Которые Живут Мирной Жизнью Не должны Знать Таких Вещах Вот Что А Вот Для Чего Предназначены Такие Люди Как Мы Сохранить Так Стоп Люди Ну Люди На Защите Которых Мы Стоим Не Должны Ничего Знать О Кровожадности Войны Если Если Вы Не Верите А Нет Стоп Ну Да Не Понял Если Вы Не Верите То Какой Смысл Убивать Друг Друга А По Русски А По Русски Не Знаю Кайм Ничего Не Ответ Ничего Не Сказал В Ответ Ну Если Вы Не Верите В Это Тогда Какой Смысл Убивать Друг Друга А В Чем Смысл В Это Предложение Не Верите Во Что В То Что Должны Защищать Или Что Я Лично Не Очень Понял Кайм Ничего Не Ответ В Ответ Не И Не Подтверждаю И Не Отрицаю Ну И Не Соглашаюсь И Не Отрицаю Слава Старого Генерала Он С Он Смутро Посмотрел На Войска Генерала А В том Что Воины Защищают Граждан От Ужасов Битв Ну Ладно Я Последний Не Понял Что Значит Он Смотрит Смутно На Войска Генерала Как ты сказал Тебя зовут Кайм Я Полагаю Вы Убили Больше Вражеских Солдат Чем Можете Представить Чем Можете Сосчитать Здесь Нет Никакого Способа Посчитать Их Всех Ну Как бы Нет Никакой Возможности Посчитать Их Всех Я Так И Думал У Вас Безупречная Сборка Ну Наверное Типа Телосложение Что Ли Выглядит Как Ну Закаленным На А Так Выглядит Может Только Закаленное На Поле Боя Ну Да Видимо Телосложение Только Человек Только Человек Который Выживает Одно Сражение За Другим Может Нести Себя Как Тут Ну Я Как Б Перевожу Опять же Как Могу Может Нести Себя А Может Держать Свой Путь Наверное Воу А Позаботиться С полной Ответственности Как Человек Как Человек А Как Мужчина Наверное Опять же Мэн Типа Как Вы Видите Себя За Рулем Телеги Ну С Лошадью Которая Движется Через Горный Перевал Ка Ка Горный 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 Без Ответа Если Старик Задаст Ему Такой Вопрос Но Генерал Не Не Спрашивает Не Спрашивает Ка Причем Тут Бэкграунд Непонятно Вместо Того Чтобы Ой Вместо Этого Он Чувствует Облегчение В Улыбке А Генерал Не Лезет В Простая Кайма Ну Да Ясно Ну В общем Да Он Не Лезет В Простая Кайма Как То Так Конец Я Уже Не Сирил Перевести Это Не Так Важно Мне Было 16 В Перв Ну В Первый раз Когда я Пошел В бой После этого Я просто Продолжал Бегать От одного Боя К другому Пока Я Ну Не Проделал Свой Путь До Генерала Сначала Я Вспомнил Лица Людей Которых Я Разрубил Мечом И Убил Даже Если Ты Не Пытаешься Вспомнить Их Они Сами Высвечиваются В твоей Памяти У 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 И Я Пытался Но Никогда Так И Не Смог Кажется Смыть Зловоние Крови Что Плеснуло На Мое Лицо И Руки Это Была Галлюцинация Конечно Но Это Было Настолько Плохо Что Я Провел Су Ночь В Реке Пытаюсь Умыться Генерал Остановился На Секунду Подумать Об Этой Истории А Затем Продолжил Но Через Некоторое Время Ты привыкаешь К этому Ты привыкаешь К борьбе И убийствам Снова И Снова Твое Тело Твой Разум И твое Сердце Ты просто Привыкаешь К этому Вот Вот Каковы Люди Так что У меня Прекратились Кошмары Я Убил Всех Вражеских Солдат Ну Как бы Я Приложил К этому Руку И Я Забыл Лиц Каждого Из них Это То же Самое Для Ну А Так же Как и ты Каем Не так ли Может быть И так По поводу Устойчивого Уражения В инглише Break Всегда Думал Что Это Что Типа Притормози А оказалось Пожелание Удачи О Лол Да Ладно Тор Это Начало Привет Это Это Как проклятие Если Ты Не Привыкнешь К нему То Твое Сердце Будет Разорвано А Что Типа Нашего Ни пуха Ни пера Но Ясно С другой Стороны Если Ты Привыкаешь К этому То Сердце В конечном Итоге Разорвано Разрушится Где-то Глубже Генерал Бросил Взгляд В сторону Его Этих Типа Казарм Что Ли Да Или Что Рестинг Труппс А Или Отдыхающих Войск Затем Медленно А Оставшихся Войск Затем Медленно Переводя Взгляд Далеко Вниз К Подножию Горы Он Говорит Так Так Вот Как Это Было Для Меня Тогда Когда Я Вернулся На Свою Родину В Торжестве В В качестве Заключительного Мероприятия Торжественной Встречи Несколько Детей Вышли На Сцену А Теперь В честь Нашего Героя Дети Представят Генералу Венок Самый Удивительный Удивительный Чем Самый Большой Самая Большая Медаль Которая Когда Либо Была Публика Снова Стала Дикой Ну В смысле Да Видимо Разразилась Опять Овациями Тор Так я же Этому Ну По гуглу Перевожу Лол Когда Дети Положили Венок На шею Генерал Ну Как бы Поблагодарил Их Теплой Улыбкой Первой Честной Улыбкой От сердца Что ему Ну Что Была У него С момента Вовсхождения На сцену Тор Ну Ты Че Забыл Что ли Это То Что У нас Накопилось Ну Два Этих Два Восминания И Наконец В качестве Специального Трей А че Такое Трей От Лечение Тут Гугл Перевел К Лечению Который Был Был Перевел На Оба К Другому Не могу Понять В качестве Специального Чего-то Для Генерала Который Ну Это Прыгал От одного Боя До Другого Ну С его Родного Этого С родных А Далеко От родных Мест А Подарка Ясно Подарка Дети Выбрали Представителя Который Будет Читать Свою Собственную Оригинальную Композицию Излагающую Радость Мирной Жизни В деревне Со взглядом С мрачным Взглядом Интенсивным Маленький Мальчик Едва Дорос Чтобы Идти В школу Ну Как бы Ну Только Вот Вот Ставши Школьником Развернул Свою Композицию Сжимая Ее В двух Руках Начал Читать Вслух Стараясь Чтобы Его Услышали Сначала Я собираюсь Написать Об одной Из самых Приятных Вещей Которые Произошли Со мной В моем Доме У нас Есть Пастбище С большим Количеством Коров И овец Одна Корова Родила Этого Теленка Два Дня Назад Я Помог Папе Поглаживая Не понял Где Презент Стройкин Веков Без Винфор Блин Как-то Перевести Винфор Винфор Нет Google Перевел Вообще Жесть просто, я не понимаю, снап, давай ты предложение I helped my daddy by stroking the cows back with a handful of straw while she was having the baby I have a little bit of a knife I have a little bit of a knife что-то он там помог дяде, пока корова родила ребенка, что ли в смысле этого, теленка, да аааа, соломку подложили, пока корова рожала ааа, ясно это помогает корове легче родить ребенок родился как раз с восходом солнца ну, теленок в смысле теленок, да это был крошечный теленок эээ, но но он уже мог, эээ 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 сейчас эээ но он уже мог стоять на своих собственных ногах ээээ теленок, ничего себе ээээ ээээ я собираюсь заботиться об этом теленке ээээ 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 литл калф не знаю поспешите вырасти ладно у генерала выступили слезы на глазах а маленький теленок ясно теперь я собираюсь написать об одной из печальных вещей что со мной случились это случилось когда моя бабушка заболела и умерла она была такая хорошая бабушка я знаю что ее болезнь заставила чувствовать себя плохо но она всегда улыбалась когда я был рядом она позволила мне держать ее за руку когда она умерла я посмотрел на ее лицо а я смотрел на ее лицо все время я знал что я больше не смогу ее видеть и мне хотелось запомнить а помнить ее даже после того когда я вырасту она просто продолжала улыбаться и улыбаться для меня до самого конца вот почему она всегда улыбается когда я о ней думаю ты видишь меня с неба бабушка я никогда не забуду тебя пока я жив слезы потекли по лицу генерала когда церемония закончилась генерал покинул деревню и отправился в город где находилась штаб-квартира армия там он написал длинное письмо к королю и отдал свой меч наиболее этому ну как бы доверенному лейтенанту ну во всем лейтенанту которому он больше всего доверяет генерал решил уйти в отставку это был большой сюрприз для всех но когда я услышал маленький эссе маленького мальчика мне пришло в голову что делает нас по-настоящему людьми сейчас это ну праздновать каждую жизнь которая приходит в этот мир и горевать по каждой жизни которая уходит мне не нужно больше медали я не нуждаюсь в чести быть допущенным к присутствию его величества больше я должен быть настоящим человеком снова как результат я не пойму что-то сейчас типа ночью я уходил из деревни героем да чтобы чтобы вернуться предателем что ли или чего генерал повернулся а чтобы не быть чтобы не быть названным предателем во хорошо что поправил генерал повернулся лицом к кайму и спросил значит ты будешь насмехаться надо мной как над трусом который бежал с поля битвы или винить меня в том что я дезертир предавший свой патриотизм кайм это ну типа улыбнулся старику не говорит он как солдаты приняли неправильное решение но как как человеческий как человек вы сделали все верно генерал опять погладил свою бороду и сказал у меня привычка у меня изменились привычки тоже в настоящее время я нашел себя а я понял что поглаживаю бороду когда я смущен двое мужчин смотрели друг на друга и улыбались ладно пошли работать возвращаемся к работе сказал генерал генерал стоя с грант с чем то там он позвал а он как бы взывает к своим войскам хорошо ребята вот и а все пошло под откос здесь давайте дадим ему последний толчок и верну и вернемся в деревню до заката а грант ворочание снаб я не с гуглом я уже у меня в готовый перевод гугловский файли ну потому что тут слово глюн было переведено как хрюканье я не стал это говорить потому что я сразу подозрил что это что-то не так а войска под командованием генерала состоящий 30 овец из которых ни один это не отберет жизни человека скажите мне скажи мне планируешь это вернуться в бой в общем планируешь это вернуться в бой в какой-то момент но я действительно не знаю отвечает он у меня не открыто главное мне открыто только только мой стрим открыт но он и то не идет там же плеер не работает нифига не знаю ничего нету ладно я закрою вообще браузер ну ладно надеюсь что нормально все на стриме я доволен что послу авиа я не имею никаких сожалений в связи с решением которое я принял в тот день это сделает меня счастливым так это может быть целого рода урок для тебя а ну типа он говорит я пастуха и мне норм ок с этого момента нет в этот момент заметил ну в общем с этого момента генерал отвернулся от кайма и начал ходить овцы ходили за ним в этом реформированном ряду в общем строим по стойке смирно генерал поднимает правую руку и указывает войскам вперед марш команды которые некогда были адресованы десяткам тысяч людей на поле боя теперь отголоски среди гор в родной деревне конец вот такая вот история генерала вот у нас есть еще один сон да хлебушек бабушки кото что будет очень захватывающий на не знаю ну вот как будто я разрываюсь между двумя решениями с одной стороны это займет сейчас еще блин я не знаю полтора часа пропускать не хочется там по-моему что-то около что-то около тридцати восьми что ли страниц и из них только несколько переведено гуглом остальными придется еще кидать в гугл ну в принципе это ладно кидать гугл это дело это нескольких секунд да закинуть вот ну как бы все равно читать надо что-то да да снап я не успел нет я же не стримлю не из-за того что я большинство времени не хочу а потому что у меня особо времени нет а значит у меня нет времени и это переводить тоже тем более это скучно ужасно нет никакого способа чтобы может быть снап но это вроде сон идет после героя нет никакого способа чтобы ну продержать деревню чтобы не станет делать из деревни поле боя а вражеские силы пересекли северный проход и сделали ну разбили свой лагерь рядом наши силы ну как домашние ну типа наши наверное силы тоже здесь отправка одной единицы за другим в деревню чтобы противостоять нападению врага это место вот-вот взорвется что ли в последних разах окруженной горами окруженная горами деревня является одним из важнейших координационных центров для транспортировки нельзя позволить ей попасть в руки врага в то время как его захват ее захват имеет важное значение для каких либо надежд врага ну для победы в войне долгие годы борьбы дошли до этого до этого крупного сражения это борьба которая должна вестись логика понятна проста неизбежна и это и надо предотвратить а это предотвратит ну в общем это мир будет стоп что а в любой момент деревня превратится в поле боя армия приказала сельским жителям эвакуироваться местное население может ну вот только уйти по дороге а враг хочет ну порешать это прежде чем станет холодно так что же это значит еще месяц две недели ваши вещи упакованные Нет смысла быть пойманным или убитым, поговорите о смерти, говорить о смерти бессмысленно, лучше забыть о, чтобы брать какие-то кастрюли или сковородки, упаковывайте. Ну, так легко, как только сможете, типа далеко переть надо. Подумайте обо всех поколениях наших предков, которые охраняли наши дома и земли. Я не хочу думать, что это дерево превратится в пустырь, когда начнется бой, борьба. Ну, нет, ну, как бы, нет ничего, что мы можем с этим поделать, это просто не везение, вот и всё. Мы просто должны оставаться там, пока закончится война, и вернуться, когда мы узнаем, кто выиграл. Главное, чтобы уйти сейчас. Правильно, мы должны это сделать. А, мы можем это сделать. Мы должны остаться в живых. Лучше не надеяться, что это больше, чем это. Почему, черт возьми, это должно случиться с нами? Жители деревни покидали ее сразу несколько одновременно, начиная с первых, чтобы найти время на убежище, ладно, неважно, понятно. К тому времени лес слегка покраснел, деревня практически опустела. В ней остались только старики, которые живут одни, не имеют никого и нет места, чтобы, нет некуда бежать. Армия построила лагерь беженцев для любых эвакуированных, способных пересечь несколько гор, чтобы достичь ее престарелые... Ладно, это предложение я не понял, но неважно. Единственный, кто остался в деревне, это бабушка Кото. Хлеб бабушки Кото. Будучи наемником, Каин впервые встретил бабушку Кото, а, старую Кото, вскоре после того, как он присоединился к защитному блоку деревни. Он был в инспекционном круге, округе, наверное, ну не знаю, в то время, когда он увидел старую женщину, работающую на полях. Это оказалась бабушка Кото. Солдат... С ним кричал на нее, эй, старушка, достаточно этого. Другой человек закричал, Эээ, тебе бы лучше убираться отсюда сейчас, если вы не хотите, если вы хотите остаться в живых. Эээ, битва начнется через 2-3 дня. Сколько раз мы должны вам сказать, что... Вы должны в этот проклятый лагерь беженцев уже бежать. Но, старая Кота оставалась, эээ, горбатиться в грязи. Эээ, очевидно, она... Эээ, ничего не убирала. Ну, типа не собиралась, да? Эээ, если бы это... А, если бы это сейчас было время, когда зерно созревает, она решила бы собирать урожай. И тогда это, возможно, имело бы смысл. Но она просто поворачивала... Ну, это... Ворочивала почву, как будто она забыла, что битва вот-вот начнется здесь в его момент. Все, дальше не переведено. Начинаю кидать в гугл. Является ли старая кошелка глухой? Как-то так, видимо, переводится это. Эээ... Или просто не оморазум. Эээ... Глядя с отращением, эээ... Капитан позвал Кайма. Ээээ... Ээээ... Новичок. Новенький. Эээ... Эээ... Сделать что-нибудь с этим. Перетащи её в лагерь беженцев. Если у вас... Эээ... Эээ... Если понадобится... Эээ... 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 Мы не можем допустить, чтобы она тут мешалась при начале битвы, то он капитана был высокомерным. Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... Ээээээ... свою нервозность когда битва приближается Кайм шагал молча к старухе ну к старой женщине в полях в поле мы выходим капитан позвал за ним но он не обернулся только несколько дней потребуется чтобы решить исход сражения за деревню которая была которая была отражением того каким жестоким она обещала быть по этой причине работать в поле было бессмысленно даже самый тщательно культивируемый участок земли был бы раздавлен под сапогами солдат урожая в следующем году не могло бы идти речи не было так же понятно сколько лет потребуется чтобы восстановить деревню к своей высшей спокойной форме когда Кайм подошел к ней в поле старая женщина продолжала работать и сказала не пытайтесь остановить меня она посмотрела и прозвучала она смотрелась и слушалась гораздо сложнее чем она оказалась на расстоянии она возможно была одной из тех упрямых капризных одним из тех старых капризных старых людей которые от которых люди держались на расстоянии когда деревня была в состоянии мира вы не собираетесь эвакуироваться вы не собираетесь эвакуироваться спросил Кайм черт возьми для чего она сплюнула они построили лагерь вы можете идти в него старая кота фыкнула и сказала Кайму еще один я никогда не видел тебя до этого да таким образом ты даже не знаешь что такое этот лагерь твоих солдат ничего не беспокоит они не не о чем беспокоиться что вы имеете ввиду старая кота ничего не сказала но указала на крутой на крутой горный но крутой горный склон видимо который окрашен на западной стороне села снаб ну короче вот вот начнется битва в деревне всех эвакуировали во временный лагерь одна бабушка кота осталась и на своем поле землю перебирает хотя сейчас даже не сезон урожая а уж тем более там никто не говорит о том что вообще сейчас земля будет истоптана солдатами там и деревня разрушена нафиг вот и к ней подослали каема говорит типа ну иди разберись там она мешать будет вот ну и в итоге она говорит типа ни хрена никуда не пойду там ваше лагерь это вообще гмо сами в него идите у меня тут вон все ништяком типа того каем спросил а где лагерь а смысле вот там находится лагерь что блин как-то непонятно черт нет вы должны пересечь эту гору и еще одну чтобы добраться до него никто в моем возрасте не может ходить так далеко какой смысл строить лагерь в таком месте как это сколько стариков не думают смогут это сделать ну добраться до него они могли бы так же оставить нас в горах умирать как в старые времена каем было недоумение от этого ответа продолжая копать старуха проворчала вот как правительство делает все она она была явно зла но зла но возможно меньше зла чем расстроена ничем грустно не она она не она не она не она Ты в инспекционной поездке, не так ли? Ну, не дай мне остановить тебя. Нет, видите ли, вы не собираетесь заставить меня пойти в этот проклятый лагерь беженцев. А, типа, не пытаетесь заставить меня пойти. Вот еще что нужно сделать. Я никуда не пойду. Это деревня, где я родилась. И я жила здесь всю жизнь. Я знаю, что вы чувствуете, но это место собирается превратиться в поле боя в ближайшее время. Я знаю. Ну и что? Каем снова был в недоумении от этих слов. Когда она увидела это, она улыбнулась и сказала, ну, как-то, типа, ты хороший молодой человек. Выглядишь не как обычный солдат. Выражение ее лица испягчилось впервые. После этого она перестала быть такой злючей. Улыбка ее... Сделала ее довольно милой. В каждом сне в недоумении. Когда это место превратится в поле битвы, люди будут умирать. Косяки распознавания, он беру. Люди будут умирать. Многие из них. Я знаю, что... Вы волнует... Я знаю, что много, не волнуйтесь. Но у меня есть работа, которую надо сделать. Мальчик-солдат. Раз... Говорить мне оставить свою работу и бежать... Это все равно, что говорить мне умереть. Так что, если я умру в любом случае, и это будет скоро... Ну, это будет скоро... То я хочу, чтобы позволили мне сделать то, что я хочу сделать. Мы не должны иметь проблем с этим. Кайм замолчал. Не потому, что он в очередной раз был в недоумении от слов. А потому, что он считал, что она была права. Если я собираюсь умереть, в любом случае, она сказала... Зная, что он никогда не будет в состоянии говорить такие слова... У него не было выбора, кроме как поклониться... Ну... Последовать ее воле. Ладно, тогда беги отсюда, сынок. У меня есть работа. А что ты делаешь сейчас? Сам посмотри. Извините, но я ничего не смыслил в сельскохозяйственных работах. Как и все другие солдаты. Сказала старая кота с улыбкой. Единственное, что вы люди... О чем вы люди когда... Что вы... Блин. Единственное, о чем вы люди когда-либо думали, это об убийстве врагов. Вы... Так. Вы ничего не знаете... Нуртуринг лайф. Не знаю. Какой-то жизни. Она сделала намек печали снова. Не знаю. Тут уже криво пошло что-то. Возможно... Что-то было взято с каемом. Несколько. Что? Однако она... Выступает с объяснением. Я сажаю семена. Она сказала. Редактор с в relatable. Редактор с вszyиллионов корректором. Редактор с в camel我也. Редактор с вен yapương. Прикcap $ Standing. Редактор с в��� hyp eh �ла. Редактор с в cooked прохлада. Редактор с в soit near back though. Она вtransточка. Шедем мы с wants. Редактор с в Bir明. Редактор с в квох. Редактор с в номену. Редактор с в срежим. пшеницы посеешь их осенью они созревают течение зимы вырастают под весенним солнцем и превращаются в золотые поля летом а говорит мол вы солдаты вы только убивайте вырастить новую жизнь не можете я всегда делаю свои посадки когда северные горные вершины белеют каждый год и в этом году все будет не ничего не будет по-другому семена созревают этих скопанных полях ну snap всякие догадки можно строить бабушка кота однако не выражает ни малейшего беспокойства о том как она разбрасывает семена и в недавно в недавно этой ну типа вскопанной почве что ли ее руки выполняют вековой ритуал с легкостью и естественностью как будто внушая как будто внушая кайму тот факт что то что она делает делает в этом году не было ни больше ни меньше тем же самым что она делала в прошлом году ну 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 В результате следующие слова Кайма появились гладкостью что его самого удивило что делать если семена не растут тогда я просто буду делать это снова в следующем году а если плохо на следующий год а если плохо на следующий год я сделаю это снова через год после этого вы должны посеять семена вот как я прошла свою жизнь если вы не посадите не посеете ничего не будет расти понимаете что я имею ввиду? я думаю да независимо от того идет борьба или нет это не имеет значения я просто собираюсь сделать то что я должна сделать вот и все она говорила с уверенностью ее мальчинистое лицо насмягчилось в улыбке как добавила и она добавила вы даже не сможете наслаждаться едой если вы знаете что не сделали все правильно вы говорите что это то что делает ну это есть смысл вашей жизни это был вопрос на который Каем давно искал ответа для чего он родился в этом мире что он должен достичь здесь он продолжал бродить по его бесконечному путешествию не зная ответа на эти вопросы действительно потому что он не знал ответа ну снап я уже говорил что я это буду читать приводить так что что бы там успел это уже не так важно в 9 начал играть ясно я не знаю об этом глубоком ничего об этом глубоком что это я не знаю перевести о чем то там глубоком застенчиво сказала бабушка кота я просто перемеливаю пшеницу которая собрала и пеку хлеб в падении в общем пеку хлеб этот хлеб является действительно особенным а я ничего не знаю о таких сложных вещах ясно этот хлеб действительно является особенным ничто не влияет на вкус так хорошо как первый хлеб который вы делаете из пшеницы которая выросла в этом же году это то что ждет мой внук каждый год я не могу просто взять годичный отпуск сейчас я понимаю что вы имеете ввиду нет вы не понимаете заявила она ты ничего ничего более чем просто прокатый солдат ее лицо стало снова жестким больше не было улыбок в этот день каим вернулся в казармы солдат который был размещен в деревне в течении 6 месяцев а солдаты которые были размещены в деревне в течении 6 месяцев и более сказали ему этот старый мешок ненавидит наши кишки ну по сути это дословный перевод ну не знаю видимо это их какие-то выражения там как-то у них свой смысл какой-то ну типа на дух нас не переносит да типа того ненавидит наши шкуры ну да потому что мы разрушили деревню отчасти я предполагаю но тут и более глубокие корни для нее бабушка кота потеряла всю свою семью на войне первый ее муж погиб на войне 40 лет назад ее сын и его жена в войне 20 лет назад и теперь один внук остался один внук и он будет бороться в вот этой текущей войне какой его блок тут непонятно что под блоками это типа может быть ну в общем какая-то видимо подразделение какое-то армейское да блок спросил каем солдата мужчина пожал беспомощно плечами и назвал блок который был отправлен в область наиболее ожесточенными боями ну речь идет о невезении бои в этом а типа что за невезение бои в этом там очень плохие если бы это выпало мне я бы взял ну поставил бы шанс на дезертирство под огнем у него ну типа возможно бы дезертировал под огнем у него может быть шанс 50 на 50 остаться в живых не наверное 70 30 на 70 а подразделение юнит если ее внук будет убит то бабушка кота останется одна в мире она не у нее не будет никого чтобы накормить ее хлебом он должен быть жестким чтобы чтобы оставаться а это должно быть жестко оставаться одной в этом возрасте сказал солдат глядя на старую кота я не могу не думать о своей матери дома ну которая дома не невозможно чтобы я позволил себе быть убитым она никогда не перестанет плакать то же самое для вас да Каем Каем ничего не сказал в ответ он не имел права поставить себя в ту же категорию что и данный солдат сражение началось через три дня атака вражеской армии была еще более ожесточенной чем ожидалось у защитных сил не было выбора кроме как поставить все что было в бой Каем ускользнул с фронта и направился к дому бабушки кота он нашел ее в полях как обычно он а она не подавала вида что боится боевых действий люди которые знают точно что они должны делать и которые отказываются отвлекаться на что-либо еще могут быть сильными сверх всякой меры Каем теперь увидел что так что можно быть гораздо сильнее в конечной жизни чем та которая длится вечно потому что он почувствовал это настолько глубоко что он стоял перед ней преграждал ей путь корял получилось сон пихает мысль что бессмертным быть плохо ну да как-то так мысль разработчиков такова он поднял крошечную старушку в руки и понес а понес в ее дом что что ты делаешь отпусти меня я не собираюсь следовать никаким солдатским приказам у меня есть работа да я это знаю сказал Каем поставь меня на землю я не не могу позволить тебе умереть точнее не хочу чтоб умерли умерли не хочу умерли не хочу умерли не хочу а А-а-а-а Что-то типа удерживая её, он смотрел ей в глаза и умолял, я хочу, чтобы вы испекли хлеб осенью следующего года, снова от нового урожая пшеницы. Она остановилась, она прекратила размахивать руками и ногами в тщетной попытке получить свободу от захвата, ну, освободиться от захвата. Она смотрела прямо на него, когда он сказал, пока у вас есть кто-то, кого можно покормить своим свежим испечённым хлебом, я хочу, чтобы вы выпекли хлеб из года в год. Старая кота тяжело вздохнула и пробормотала, улыбаясь. Я знала, что ты очень странный солдат. Битва бушевала в течении нескольких дней. Высокомерный трусливый капитан умер в боевых действиях. Солдат, который сказал Каему истории бабушки кота, тоже умер. Бесчисленные войска противовоздушной обороны умерли, и бесчисленные вражеские войска умерли. Деревня была в огне войны, и поле старой кота было разорено под ногами армии. Ну, как бы тут, если не могу дословно, но если не дословно, типа, Каем, ну, вот это вот войска, на стороне которых Каем, типа, удалось все-таки остановить наступление нападавших, да, и последовали, наоборот, даже последовали за ними на север. Все, что оставляли на своем пути, было опустошено. Но деревни были опустошены. Вот, да, я же забыл, чата же нет, снап пишет. Мне вот интересно, в каждом сне он ноет, что потокер, а как он догадался, что бессмертен, и до того момента, как он узнал, он вообще ничему не учился. И почему он банально вещам учится тысячи лет, потокеры слабоумные? Или это только Каем такой ущербный? Ну, не знаю. Может, он уже все забыл за это время, просто, за тысячу лет. Не, ну, в принципе, ты видишь, он так-то, видимо, он перестал стареть, когда еще был молодым, ну, сколько ему, лет 30 на вид, ну, больше, чуть-чуть, наверное, там, 35. Битва бушевала в течение нескольких дней. Ой, стой, я не то ставил. Ок. Война... Война закончилась, когда весна наступила лету. Ценой огромных жертв армия отбила вторжение противника. Деревня начала постепенно восстанавливаться. Как и предсказывала бабушка Кота, ни один старый человек, который пересек горы в лагерь беженцев, не вернулся живым. Осень. И Каем вернулся в деревню. Он чувствует тепло в груди, когда он смотрит через поля и пятна... А, что? Ну, через поля... Ну, в общем, видит, как Кота сеет пшеницу. Так. Она делает это снова в этом году. А в следующем году... А, и в следующем году, и через год после этого, до тех пор, пока она жива. Она замечает Каима и пересек... Как это? Ну, в общем, это... А, машет ему, наверное, с радужной улыбкой. Радушной улыбкой. Прошел год. Она, кажется... Последний не могу понять... Ну, типа, постарилась... Состарилась на год. Ну, очевидно. Да, но не виделись, она говорит. Таки, я не убью тебя. И я рад видеть вас. Что вы выглядите хорошо. А... А, они не убили тебя. А, да, затупил. Я слышал, что вы... Остались рядом с моим домом в течение битвы. Вы в одиночку бороли, чтобы... Сохранить вражеские... Ну, это... Не сохранить, а... Это... Ну, держать вражеские врага вдали от него. Каим... Застенчиво улыбается. А, как... Ваша пшеница? Спрашивает он. Все разрушено, конечно. Худший урожай, какой я когда-либо имела. Худые стебли едва хватает для одного хлеба. Хватит для одного хлеба. Она рассказывает ему все это с удивительной легкостью. Потом она фокусирует глаза. Ее глаза на него и спрашивает. А... Есть что? Хейв сам. А, что? Хлеб, конечно. Я испекла буханку. И... Теперь вы поможете мне съесть его. А... Ну... Хорошо, конечно, но... Бабушка Кота видит нерешительность Каима и говорит спокойной улыбкой. Да, он мертв, мой внук. Я получил записку в конце лета. Я ждала и надеялась. Планировала испечь ему буханку хлеба, как только он вернется домой. Да, известие. Ну... Снапс, что ты притираешься? Это терминология всего лишь. Это известие, это тоже записка. Нет, в смысле, я раш это поправил, но просто... Ты прям так говоришь, как будто я какой-то бред сказал. А, ну может солдат приезжал и устно доложил. Ладно. Но я думаю, что это не очень важно здесь. Когда она видит Каима, опустив голову в тишине, она принимает... Что? Она принимает энергичные тона. Как будто бы она должна быть тем, кто... Должен подбодрить его. Давай, ешь вот это. Ешь то, что должен был... Что он должен был съесть. Это, вероятно, будет сложнее, чем обычно. То, что урожай пшеницы был настолько плох. Но я уверен, что мой внук был бы счастлив узнать, что я кормил хлебом человека, который спас мою жизнь. Так эта старая женщина потеряла всю свою семью на войне. Другими словами, не осталось никого, кто бы мог насладиться ее хлебом. Тем не менее, она призывает Каима. Подожди минуту, пока я закончу это, посев пшеницу урожая до следующего года. Она делает это потому, что это то, что она всегда делала. Потому, что это то, что она должна делать. Каим останавливается и произносит слова. Позвольте мне помочь. И он стоит, глядя на согнутую старую кота. В лучах заходящего осеннего солнца, она, к сожалению... Она, к сожалению, маленькая и красивая. Ну, Снап, насчет двух предложений ты загнул. Этот ты загнул. Все-таки не два. Но опять же, ну две страницы, в принципе, да, но не два предложения. А, уныло, мала и грустно, прекрасно. Но странное какое предложение. Каим ест свежеиспеченный хлеб. Старая кота была права. Из пшеницы, выращенный без полной меры ухода, хлеб твердый и сухой. И бедный во вкусе. Тем не менее... Каим съел. И будет, чтобы поесть его в долгой жизни. А, типа, это самый вкусный хлеб, который он ел. Конец. Конец. Снап, я сам не понял. Ну, как есть, так как прочитал, так прочитал. Сейчас монитор переключится. А, я забыл... Что-то я забыл чатик включить. Сейчас. Ну, кстати, я перевел этот текст за столько же по времени. То есть за час, как и первый. Хотя в нем на... Примерно на 10 страниц больше. Ну, вот, все, чатик я включил. Поехали. Так, все, монитор включился. Побежали. А, ну да, я в чатик на планшете-то надо включить. Я же не вижу, что вы там пишете. Карту закрывает, ГЦ закрывает. А в чатике мы в пухляшом основном сидим. Ну, все норм. Потратили 150 рублей на... Соответственно, на чтение двух снов. Не, ну, снап, ну, чат будет. Иначе потом, когда смотрите все в записи это видео, то будет непонятно, кому я отвечаю на что. К тому же я не все сообщения зачитываю. Нет, чат останется. Останется. Итак, куда мы можем пойти? Можем пойти налево в дверь. Она забежала в зеркало. Ага, фрагмент поэмы Б. Я не могу это прочитать. Еще не хватает ч... части. Так, там сундук. Интересно. Ты вспомнила? Да. Наша бабушка живет здесь? Дай мне, Сэра. О... Оно немного загрязнено. Но... Но... Все это еще и все обычное зеркало, не так ли? Наверное, что только что что-то забежало. Чего он говорит? Я думаю, я помню... Этот... Джевел, это... Типа... Не помню, как это слабливается. Что-то в этой декорации. Что-то в этой декорации... Типа... А, вон там... Драгоценный каменьшик какой-то. Что, к нему нельзя нормально подбежать, что ли, лоу? Тут нападают или нет, непонятно. А в главном зале-то нападали. Нападают. А, я чё-то не помню, их вроде физическими атаками, что ли, нельзя, или что? Чё-то там... На всяких случаях буду бить того. Минк... Кук... Ну, чё Кук будет делать? Кук призму костоянет. Дженсен тоже призму костоянет. Кук... Привет, Гринки. Не знаю, что там тоже желают. Оооо... Да нет, они норм, но я с ними уже дрался. Ну ладно, отпускай, ладно, хорошо, пусть ГЦ, и пусть она еще тоже ГЦ подержит. Все равно сейчас они как-то станут и все, и уничтожат их. Этого не убьют дальнего, потому что у него магия не проходит вообще. Ну и ладно, зато у них ГЦ нет вообще. Что это за статус такой интересный? Так, пусть лечит Хайма. И ты тоже плечикай ему. Забыл? Еще и промахивается. Может, у него украсть что-то можно? А, это статус окаменения. А, у нас, по-моему, нету против камня ничего. Ну да, у нас, по-моему, камня нету. Так что, или забьют, или не забьют. Да, я тут Дженсен много на ночь урона. Что-то они у тебя не попадают. А, потому что трепота у них еще, да? Понятно, у них еще и трепота. А, Кук даже опыта не получает. А, у нее окаменение прошло, что ли? А, ну не написано вроде бы, да? Так, что-то там Сета выучила. Ангел Хард выучила. Ладно, что дальше ее учить? Контра-атаку? Или, может, тут Ментал Стабилити? Дверь. А, что-то нехорошая, походу. А, то же самое. Да ну, их двое там, да кошмар. Пусть тогда Сет тоже физически мы такой. Да нет, тут вроде бы нет смысла накладывать барьеры. Они вроде дамажат немного, просто у них статусы вот именно неприятные. А, у этого есть камень. Наверное, камень камнем лечится, да? Да, в качестве нездоровья, в принципе, неплохо вот эти вот. Опять камень. Так, пусть РТВ вторую бьет. Континя, континя, континя. Надеюсь, Кайм выстоит. Кайм выстоит. Нормально Так, понятно Им хватает Двух Отдаваний магии Третью можно уже Отдавать А у нас из маков Физически сильный Самый это Дженсен или Минг По-моему По-моему Минг, да? Нет, Дженсен Надо будет посмотреть 340, но ей в принципе Этому два удара Не хватит О, релакс Минг выучила Так что, я в эту дверь Не могу войти, что ли? Или что? Так Что за релакс? Она учила релакс? А, понятно Что дальше Ее учить Во, может иммунитет К камню? Или вот это? Ну, не знаю Я бы, наверное, выучил Лучше Медуза С Хэйот Потому как здесь Камень превращают Довольно-таки здорово Акилкаем и скиллы выстрелены Контратака выстрелена Что-то он ее особо не использует Что такое антисила? А, все Дверь больше не открывается Что, здесь тоже будет? Понятно Снап Так, вообще-то оно уже действует У нас сейчас надето Оно уже действует Камень пусть атакует А, кого? Не того Вот этого такой Сет Тоже его атакует А это пусть лучше полечит Всех зефиром И две призмы Там хватит Чтоб разобрать Этих не очень О, там не видишь Что убьет Этих Камень Не, вроде жив Атакуешь свет еще вот А ты перед ним атакуешь вот этого Зефирчик Нет, зефир не надо Просто хил Кайма Ну да, GST потрачено Мало Мало восстанавливает Зефирчик По сравнению с тем, сколько тратит Опять камень ее Опять камень ее Почему же они так любят ее в камень Стоп, что? Они не умерли? О, да Ну как раз таки Добьет Я надеюсь Или у них иммунитет К физическим атакам Понятно Понятно Опа Попало Блин Ну он будет промахиваться Наверное Да А, так они себя Нехило восстанавливают Это же Не просто тратят у меня А они себе Это восстанавливают Так Ну ты лечи Всех Ты лечи Тоже всех А тогда Давай в атаку А, в атаку Надо было идти Минка Я могу же вернуть Да У нее же Композитная магия Композитная Все Ты лечишь Всех Ты лечишь Всех Да Двойка Успех на забег Что-то не нравится О, Каем лег Отдыхать Бессмертный Бессмертный О, Куки Статуя Ой Ой Ничего себе Там ангел Тумба Сналивает Я думал Меньше А, Композитная Там один Да По моему Остался А, нет Давай Что-то долго их избирают Нет я снаб, я не обратил внимания. О, сет выучила композитную магию первого уровня. Часть зеркала, а, ну я понял, надо к зеркалу подбежать, но попозже, ща, во-первых лечение. Да, кайма неплохо потрепала. Во-вторых, сет выучила композитную магию. Так, это у нас был композит на маке, enhancements, это значит как-то это, серьги какие-то или что-то такое. Да, вот это. Че теперь ей там учить, она вроде что-то недоучила, да? А, вон к блайнду, блинду, ну короче. Ну пусть доучивают. Насколько я помню, мне ничего такого интересного больше там не добавилось. Чтоб прям нужно было бегом учить. Ну так или иначе, открой дверь, вдруг че-то полезное. Ну ясно. Ну вдруг предмет какую-то опять выкупит. Ну тактика уже ясна в принципе. Так. Ладно, пофигу, пусть все-таки кастуют три магии. А то в тот раз че-то не добили и проблемки начались. Тиа! 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 О, контратак сработал. У Дженсона слепота вроде, да? Надо было полечить Кайма, ну ладно, я думаю, добьют сейчас, как бы или иначе. Да. Все 24 уровня. Кайм выучил уровень 3 черно-белой магии. Ничего не выпало, печаль беда. Так, она насучилась каким-то этим предметом. Что ему тогда еще учить-то? А, ну вот композитную, да? В принципе. Хотя он же не маг, ну а что ему еще учить? Что ему еще учить-то? Вот это? Не знаю. Какая-то вернда, по-моему. Так, теперь он ставит LV3, Black, White, Magic и какое-то еще дополнительное. Так, это ну что, так, типа... На антипаралич можно выставить. Или какой-нибудь вот этот антиблайнд, потому что они сейчас вроде бы это накладывают, а он как раз таки... Ну да, он как раз таки физическим бьет. У него антисон и анти... антиблик этот. Вот. Нет, это зеркало ничего. Значит, бежим к большому. Это не выглядит хорошо! Призму, а ты давай что-нибудь пооригинальней. Физическое, но вот это... Ура! 10! А, все, каймы лечить надо, да. Что-то позднял будет. Камень! О, норм! Успеешь полечить каймы? Успеешь полечить каймы? Ура! 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 Ты халява И ты себя Опа Ок Сказали ок и сразу здоровые стали Кротив атаку А ясно Кайф камень это не может бить В итоге Ясно Ясно Ух ты какая сильная Какой статус у нее? Чем ее снять можно? Килолон Нет А А А Ну это накладывают только на врагов А может у меня в предметах есть? Что-нибудь Кирол А ну вот есть кирол, но это жалко Все, их мало Ладно Ладно Пусть пытается атаковать Мин Ну не знаю Пусть лечит Пусть лечит А каймы даже полечить нельзя Прикол Прикол Да, сет вообще не может Ого Ого Ясно Понятно О, четвертый уровень черной магии, Дженсен Вот это ты выучил Вообще нормик такой Ну и достаточно, и ману надо ей дать Так, у нее манный аж, вон сколько на чтей капсулы Флора Типа более сильный огонь что ли, и ветер, да? Каким мелким? Кук что ли? Или ты хочешь сказать, я им могу? Не, не могу А, к зеркалу потом? Ясно Ну, пожалуй, сохраниться будет не лишним А, мелким Я понял Я понял тебя Мелкая капсула Так, посмотрим, что у нас справа Ну, чего ты ее нажал Понятно Закрыто с внутренней стороны И центральный вход Не успел А, так Ну, с вами ясно А, вон те, что там Привязались Да не надо на них Олл, я думаю На них просто можно Так, хоп Хоп И на тебя Ну, конечно, это не добьет, но Норм Что бы сделать композитную магию Олл форс Это было бы прикольно А, снаб Ну да, забыл Опять каем камень Хочет стать камнем Надеюсь, хотя бы одного добьют они А, да Да Ты че никак не сдохнешь? Наконец-то Ну, придется и вовсе не магии кастует, а что делать-то? Кстати, а что насчет шэдоу? Ммм, так, минк А они пусть все-таки этого добивают, которого магии Лечить вроде не надо пока никого Так что пусть О, и впустую одну Ну вот А шэдоу тратит Шэдоу-то тратит Только почему-то у нас GC просто вылетело в трубу Что-то я не помню такого эффекта раньше Короче, я думаю, его добьют уже Шестнадцать потратил На стене Ну-ка ему не привыкать Его уже обогнали по уровню, лол О, сет выучила Вот, наконец-то это антиострепление И что я теперь еще учить? Прикоуришь и шпину, пусть вот это учат Мне кажется, это вот это сюжетное А, не зеркало А, побрякушки, ладно Так, с этим садом все в порядке Но Этот Вот эта круглая штука, да, на земле Типа И фонтан Что это, что, что, что-то об этом Что? Фиши, я не помню фиши Что-то про какие-то круглые дыры говорит Так У нее Включают черно-белый Второго уровня А у Дженсена Увеличивается время Кастование магии Когда критическое здоровье Ну, у мака, наверное, ничего А, нет От паралича Так что, наверное, к зеркалу надо бежать Все-таки Я думаю Скорее всего Да, пойду все-таки к зеркалу схожу Похоже, что этот камень У меня часть зеркала Давайте поставим его обратно Попробуем поставить обратно Поставили Эй, смотрите наверх Там свет Зеркало выглядит иначе, чем до этого Ты прав Я чувствую магическую силу За зеркалом Как будто там какой-то другой мир За ним По ту сторону зеркала Мы должны попробовать войти Звучит интригующе Да, лол, снап Закарабкались Вон, видишь, там сбоку По зеркалу Ой Зашли Так спокойно Даже не проверила рукой Просто лбом Тшу Зашла Ну, ладно Ну, за зеркали Заходить Это, конечно Идея Так себе О, это выглядит Лучше, чем я ожидал Ла Это, похоже, мы в той же комнате Что и до этого Но выглядит она Ну, типа, как бы Ну, нормально Как и должна Мага, подкидывали И не всегда ловили Если Часы будут А, это как Если мы вернемся Во времени Обратно В эту комнату В этой комнате В прошлое Что означает Мы Там, блядь Не знаю В этом Типа, когда мы прошли Через зеркало Вот здесь вы оказались Что это? Зеркало Свет Зеркало Исчез Серьезно? Начать не может Что мы не можем Вернуться обратно? Ну, а что нам делать? Ну, остыньте Специально для тебя Дженсен Колдунья Типа, показывается В деревне Не, не знаю Должно быть Какой-то путь Вернуться В обычный мир Мы должны Найти что-то В этом особняке А, особенно Интересно Тут нападают Что-то он не хочет Ее толкать А, нет Хочет Пить и могу Может, а дверь Открылась Справа Оу Вон оно Как было Нет Мы наверх Походу Можем подняться Сейва Нет Часы Не знаю Что в центре зала Странные символы На этом О Снап Можно Заскринить Ну, ты Понимаешь Там на полу Такие символы Были Потом Подскажешь И на них Нет чисел Я думаю Мы можем Двигаться А Подвинуть Часы руками На стрелке О Бомба Земляная А Надо было Там Что-ли Заскринить Да Ясно А Оно не открывается Но не похоже Чтобы она была Закрыта Тоже Ой Да Что-то механизм Какой-то Очень интересно Тут Ну, понятно Выйти мы Естественно Не можем Похоже А то Хотел сказать Походу Не нападает Те же самые Ребята Ой Нет Не те же самые Ну, давай-ка Ты в Дефент Уйдешь На всякий случай Вдруг там Что-то Нехорошее А ты На всякий случай Чисто Наложишь Хит А ты На них Землей Они Нон А кто Там Четвертый Книжка Так Ну-ка Давай Отвлекаем А полетишь А то Что-то Он немножко Потратился А ты Сделаешь Призму Книжки Обычно Злые майки Ну, ладно Посмотрим Мин Да Сил Опа Первый раз ты меня печать Наложил Боюсь Книжку А, то есть У него даже Атака Отменилась Какая А, и он И не делал Он же делал Дефент Ноль Да ладно Ноль Печаль Беда Печаль Беда Сейв Далеко Ура О, ну хоть Я-то потратила Может они Издохнут Готов Она по ней Физически Пройдет Интересно А мы пройдем И физически Проверим И Огонь Проверим И Ветер И Еще Физически А, и Можно было Каймом Поднять Ну ладно А, все Она готова Минг выучила Антиокаменение И Кук Выучила Четвертую Магию Белого уровня Так Хиала О, походу Она неплохо Будет Улечить И Вылечивает Камень Вон Наконец-то Камень Будет Вылечивать Да нет Ор Ни к чему Не в каждом А, так Хил Опускаем Лечит Своей Недомагией Еще И Дженсона Вылечит Так Что там Кто Выучил Забыл А, минг Что-то Выучила А, антиокаменение Она Выучила Че это Додать Вот Это GC Пусть Не Хотя Вряд ли Нажим Маг Ну пусть Вот Это Light Lens Что-ли А, антипаралич Что-ли Или Что-то А, это Что-то А в дверь Это Не заходится Оп Опять Это Зашла В зеркало Может Она Пытается Подсказать Нам В этой Игре Че-то По-моему Слишком Все Разжевывает Конечно Я Как бы Это И так Догадывался Другой Коридор Типа Зеркальном Отражении Мы Находимся Двери По-прежнему Не Открываются Тут Все По-другому Статуи Нету А Мусорки Это Мусорки Мана Причем Капсула Мана Бинда Бомб И Нельзя Выйти А Нет Можно Не Нельзя Выйти А Наоборот Мы Открыли Другую Сторону Да Все Ясно Мы Открыли Другую Сторону Ну Странный Опять Свет Короче Да Вернет Нас Обычный Мир Ну Ясно Жену Вот А Мусорка Нету Так Там Что-то В конце Коридора Блестит Но Я хочу Дверь Открыть А Она Осталась Открыта Присекста Вин Наобес Туториал Да Двери Ни О Чем О Поэма Фрагмент Си Все Я могу Прочитать И что Ну Я Это Никак Не могу Прочитать Или Еще Что С этим Сделать Какой Ящик Слева Ой А Ну Это Ясно Проще Я понял Что Проще Кастануть На всех И Потратить Лишнюю ману Чем Я тогда Парился Просто С этим Нереально Нереально Ну Как раз Таки Сейчас Разберут Тихо Ну Кто-то Слепнет Час А Ей Я Да Жесть На его Лечение Выходит Столько Мана Час Просто А Страх От Не Ослепление Да Да Вот Кстати Не зря А3 Рик Устанула Два Два Ну, снаб, что-то по-моему, разница не особо большая, если честно. Там что-то в зеркале появилось? А, нет, это как раз-таки то, что на меня напало, видимо. Кстати, что там у нас с кольцами? Мы столько всего набрали? Ультра, а эту мы давно можем собрать. Эту мы тоже давно можем собрать. О, против террора. Не против? Не, по-моему, накладывают или защищают? Так, это... Накладывают? Снаб, ну, вообще-то, пролеча и молчания разница вообще большая. При пролечеи он вообще не может ничего сделать, даже физическая атака. Ну, иногда шанс там. Может, эту штуку сделать? В принципе, почему нет? Ну, не знаю, там потом ультра появится. Опять они? Ну, давайте. Ну, давайте. Камень. Ок. А, на это умолчание, что-то? А, нет, у меня просто маны нет. А, нет, у меня просто маны нет. Надо Дженсену МП дать. Не забыть. Да и Гук тоже. Сет, что-то выучил. Так, вначале МП. Ну, и достаточно. Вот ей еще нужно. Кошмар, у нее 205 МП. Ладно, так уж и быть, кай мы тоже найдем. Пусть, кук опять. А, ну-ка, хелы свои пусть выучит. 20 аж тратит. 612 было. 500, там, где-то 50 с чем-то, да, потратилось. Поприбавилось. Неплохо. Ну, все, достаточно. А, что-то выучил эсет. Гвардхилл. Так, это у нас кольцо какое-то. Ну, пусть от камня учит, ну, лол. Больше нечего учит. Ладно, надо засейвиться, вдруг сейчас какой-нибудь попадется ништяк, босс. Статуя исчезла. Точнее, вон она, предвинута к стене. Че это такое? Плэйтвис, а дровинку в сферах. Непонятно. Ну, ладно, давай снап, удача. Так, че-то я затупил. О, да, она же вот эта кастует. Это призму кастует. И он тоже призму. О, он терроризует. О, он терроризует. О, он терроризует. Удача. Инопонятно. О, кстати, он композитную может кустовать, ну пусть Лука стоит, а Сет тоже терроризит Пусть он вообще шедоу Ну а на форс Не, а ты давай кайм и почини своей ультой Хиола Дженсен, ну давай себя 997 восстановила, ничего себе О, у нас два камня А, она не может 18 Ну все, добьет Да, она на самом деле почти сваншотила О, Минк выучила свою концентрацию Так, это она выучила из предмета Ну что ей дать еще изучать Ну пусть вот это выучит В принципе Я думаю Нету сейчас чего-то Чтобы можно было изучать Более Более полезное Так, сейв Вот, и на этом стрим заканчивается Я тоже пойду уже отдыхать Вот, если есть какого-то пожелания Предложения, жалобы, вопросы Можно писать в чат Вот, ну все, на этом прощаюсь Всем пока Пока